В эфире первого карагандинского новости в суде Гульнур Жакен. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. В Балхаше прошел сильный ураган, сметавший все на своем пути. Буря пришла со стороны озера. Такого не помнят даже старожилы края. На территории Карагандинской области уже вторую неделю сохраняется пасмурная погода. Детские площадки, лавочки, деревья, крыши домов, фонарные столбы. Все уносилось ураганом. Без кровель остались 11 зданий, оборванной линией электропередач. Ветром повалено 4 дерева. Повреждены кровли 4 жилых домов, здания кафе, гаража, дома в зоне отдыха. Вчера, 28 июля, в Балхашском регионе произошло резкое усиление ветра до 35 метров в секунду. Управлением по ЧС города Балхаша совместно с отделом внутренних дел и отделом жилищной инспекции проведено обследование территорий и объектов города Балхаша для выявления повреждений от ураганного ветра. На озере, как обычно, были рыбаки. Они заметили, что поднялись сильные волны. Троих удильщиков начало сносить волной. Благо, неподалеку были сотрудники ЧАЭС, которые успели их спасти. Лариса Хусейнова, Никита Миткин, 1-й Карагандинский. В Карагандинской области около десятка пассажирских и грузовых поездов были задержаны из-за отсутствия электроэнергии. Причиной послужил штормовой ветер и попадание молнии в сеть электроснабжения. Время задержки у поездов разное – от часа до пяти часов. В 21.50 поезда пришли в движение после того, как была возобновлена подача электроэнергии. Сейчас сотрудниками Казахстана Тимиржулы принимаются все меры для того, чтобы пассажирские поезда, которые были задержаны, ввести в график, чтобы они вовремя прибыли к месту назначения. На Жамбылском отделении дороги 28 июля произошло отключение тяговых подстанций Караженгил, Сарышаган, Менарал, Полиньи, Кегок. Вследствие чего произошла задержка семи грузовых поездов. На Караганинском отделении дороги 28 июля вследствие неблагоприятных погодных условий произошла задержка пассажирских поездов номер 373 и 86, а также грузового поезда. В этот день произошло отключение внешнего электроснабжения на участке Донагал-Моэнты по линии Кегок. Вследствие произошедшего был задержан пассажирский поезд номер 46 и три грузовых поезда. Мы созвонились с пресс-службой к этаже. Конкретного комментария нам не дали. Мне нужен официальный запрос, понимаете? Мне нужно с официальным запросом зайти к президенту и спросить у него, кто будет давать официальные комментарии. Оказывается, корреспонденты должны обладать сверхчеловеческими способностями и предугадывать всевозможные события, чтобы дать возможность подготовить официальный комментарий. Мнение достойно внимания. Лариса Хусейнова, Никита Миткин, Первый Карагандинский. Торговым рынком цивилизованные условия. Если современные стандарты не будут соблюдаться, то для участков с прилавками будут искать новых собственников. Акимобласти Нурмухабет Абдибеков провел совещание, на котором рассматривались вопросы состояния наших рынков. Вопрос стабильного функционирования торговых рынков является одним из важнейших в социальном аспекте. Это и цены, и занятость населения, и налоговые поступления, и здоровая конкуренция. Поэтому мы должны создавать все необходимые условия для цивилизованных форм торговли на благоустроенных территориях рынков, подчеркнул глава региона, открывая совещание. С докладом по этому вопросу выступила руководитель управления предпринимательства Татьяна Аблаева. Всего в области зарегистрировано 60 торговых рынков, на которых осуществляют торговую деятельность свыше 10 тысяч человек. Наибольшее количество рынков сконцентрировано в Караганде – 22, в том числе 9 продовольственных. Однако не все рынки области по своим архитектурным показателям, технической оснащенности, санитарному состоянию отвечают современным требованиям. В связи с этим на некоторых из них ведутся работы по приведению условий торговли в соответствии с современным стандартам. Это Алтынарба, Арбита, Шигыз, Арай. Не проводится реконструкция торговых рынков Горняк и Кайрат. Дошло до того, что Аким города Нурлан Аубакиров пообещал в крайнем случае найти для участка с прилавками нового собственника. Что касается городов-спутников и сельских районов, то реконструкция рынков ведется только в Тимиртау, Шахтинске, Абайском и Каркаролинском районах. На ряде рынков не всегда соблюдаются санитарные и противопожарные нормы. Имеет место нарушение миграционного и налогового законодательства. Более того, выявлены факты предоставления торговых мест лицам, не зарегистрированным в налоговых органах. Еще одной проблемой является реализация контрафактной продукции. В связи с этим Департаментом юстиции совместно с финансовой полицией и ДВД ежемесячно осуществляются оперативно-розыскные мероприятия по пресечению торговли контрафактной продукцией на рынках и улицах города. С начала текущего года проведено 35 рейдов. Изъято 4175 единиц продукции на сумму полтора миллиона тенге. Выявлен в цех по производству контрафактных дисков. Проведена публичная акция по уничтожению контрафактной продукции. На постоянной основе проводятся рейдовые проверки общественного порядка на рынках органами ДВД. О принимаемых мерах по упорядочению торговли на рынках областного центра, проводимой работе по их модернизации, доложил Аким Караганды Нурлан Аубакиров. Проведены переговоры, в принципе, со всеми собственниками, акционерами рынков. В целом, понимание со стороны рынков есть. Действующие рынки будут проводить модернизацию. И вот, говорю, два вопроса, которые такие, один вопрос очень серьезный, это по рынку вызывает опасения, по рынку кайрат. По всем остальным, в принципе, определенная договоренность есть. Я думаю, что в рамках вот той проводимой работы мы эту работу планово всю завершим. По всем поднимавшимся вопросам Аким области дал конкретные поручения. Сергей Высокосов, Никита Миткин, Первый, Карагандинский. Впереди небольшая реклама, не переключайтесь. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal, Galvin, Херкюль. Торговая марка Galvin представляет Эконом-серия профиль Galtec 53 серии Эконом-система трехкамерных профилей Монтажной шириной 53 миллиметра Представляет собой качественное и экономичное решение Если Вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это Ваш профиль. Стандартная система – профиль Galvin Профиль Galvin 60 серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 миллиметров Идеально подходит для любого климата и региона Система стандарт относится к классу А А значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия эксклюзив Пятикамерный профиль Galvin 70 серии Монтажная ширина 70 миллиметров Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя Значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 миллиметра Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Galvin морозостойкий, надежный, прочный Продолжаем выпуск 500 тысяч тенге смогут получить молодые сельские предприниматели на развитие своего бизнеса 44 проекта из сельских районов были рассмотрены для отбора кандидатов на вручение грантов Акима области Фонд по развитию и поддержке предпринимательства уже восьмой год отбирает кандидатов на вручение ежегодного гранта для развития молодежного предпринимательства Бюджет в этом году составляет 3 миллиона тенге, а лимит увеличился до 500 тысяч тенге Условия получения гранта очень простые Возраст претендента не должен превышать 29 лет А также им может стать человек, который не только планирует открыть свое дело, но и получивший патент на ИП не раньше, чем год назад Одним из приоритетов на получение безвозмездного гранта является наличие конкретной местности для реализации предоставленного проекта Обязательным условием является наличие сертификации фонда ДОМУ В этом году подали 44 проекта, это все наши 9 сельских районов Отличился Бухаржираловский район, потому что там подали 16 проектов Но иногда количество не говорит об этом качестве Тем не менее, есть очень хорошие проекты И я думаю, комиссия в этом году то, что рассмотрит, она оценит эти проекты Молодые люди представляли проекты по расширению действующего, а также для открытия нового бизнеса Достойных и перспективных проектов в списке достаточно Окончательное решение будет озвучено на церемонии вручения грантов 8-9 августа на 11-м съезде молодых предпринимателей, который пройдет в Каркаролинске Напомним, что с 2005 года гранты Акима области получили 130 предпринимателей на общую сумму 15 миллионов тенге На сегодняшний день в Карагандинской области действует 119 информационно-пропагандистских групп Все они занимаются разъяснением главного программного документа Послания главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана В этот раз пропагандистская группа провела встречу в Абайском районе Разъяснительные работы по посланию лидера нации Нурсултана Назарбаева «Казахстанский путь 2050. Единая цель, единые интересы, единое будущее» Пропагандистские группы активно проводят во всех городах и районах страны На этот раз встреча прошла в Центральной обогатительной фабрике Восточное Абайского района Здесь говорили о главных целях программного документа Таких как повышение уровня жизни, благосостояние населения Также подробно разъяснили основные приоритеты программного документа Все послания главы государства направлены прежде всего на улучшение благосостояния граждан На укрепление развития экономики страны То есть в конечном итоге послание это тот документ, от которого зависит наше с вами будущее Будущее наших с вами детей Если в первом полугодии наша задача состояла в том, чтобы разъяснить вам сущность этого документа То во втором полугодии мы должны довести до вас уже то, как исполняется поручение главы государства Как реализуется послание главы государства Карагандинская область – одна из немногих областей в стране, где для этой работы привлекаются не только государственные служащие, но и видные общественные деятели, ученые Только в этом году в нашей области было проведено 15 таких встреч с общественностью города Встречи сегодня в республике проводятся повсеместно и это отрадно, потому что эти встречи, вот мы встречаясь, обсуждая какие-то государственные вещи, документы Мы объединяемся, ставим какие-то цели, намеченные курсы и все идем к этому На фабрике «Восточная» работают более 500 человек Для них сегодняшняя встреча дала много положительного В ходе разъяснений были организованы викторины, собравшиеся отвечали на вопросы по пунктам послания президента Гульнуржакен Никита Миткин, Первый Карагандинский К другим новостям За три дня проведения в области республиканского профилактического мероприятия «Пьяный водитель-преступник» Было задержано 60 водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения За время проведения мероприятия было выявлено и пресечено более 2000 нарушений правил дорожного движения Из них за управление в состоянии алкогольного опьянения было задержано 60 водителей За нарушение скоростного режима 497 За въезд на полосу встречного движения 13 водителей За непредоставление преимуществу пешеходам 13 нарушений Надежда на спасение в аварийной ситуации возлагается на ревне безопасности Но некоторые водители пренебрегают этими правилами За неиспользование ремней безопасности зарегистрировано 342 нарушения На дороге нужно быть внимательным как водителям, так и пешеходам Больше всего отвлекают внимание сотовые телефоны За их использованием замечено 127 нарушителей Но в дорожных происшествиях виноваты не только водители Зачастую аварии провоцируют и пешеходы За ними в эти дни зарегистрировано 196 нарушений В период 25 июля, 27 июля текущего года на территории Караганинской области Было проведено профилактическое мероприятие Пьяный водитель-преступник За время проведения мероприятия было выявлено и пресечено 2111 нарушений правил дорожного движения Если вы обратили внимание на количество нарушений правил дорожного движения То напрашивается единственный вывод Водители, да и пешеходы вместе с ними ведут настоящую войну на дорогах Вот только воюют они сами с собой И пока не в пользу порядка и здоровья Лариса Хусеинова, Никита Миткин, 1-й Карагандинский Осужденного сбежавшего из следственного изолятора 27 июля задержали Это короткое время он прятался в поселке Сахалин При снятии работ в хозяйственном дворе был обнаружен побег одного заключенного Но ему, наверное, в тягость стало отбывать пятилетний срок за угон машины И он решил его самостоятельно сократить Повлияло еще и то, что он поссорился с девушкой Наслаждаться свободой ему пришлось недолго Попад будете определенного срока Ему предоставлено право передвижения без конвоя и сопровождение Он работал на хозяйстве на дворе учреждения Что же упрямлял определенный ряд работ И он самовольно уклонился от маршрута Во-первых, у него уже не будет права передвижения без конвоя Зазначен он будет закрыт в камеру И поедет, обордая, скорее всего, отбывать наказание в исправительное учреждение Необдуманные действия, чтобы ощутить глоток свободы и повидать девушку Обернулись против осужденного В Тимиртау были задержаны двое мужчин, у которых было изъято 100 килограммов ртути Они пытались вынести ее с территории одного из комбинатов Об этом сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Карагандинской области 26 июля в Тимиртау в ходе проведения оперативных мероприятий Сотрудниками УБОП и подразделения специального назначения ОРЛАН ДВД Карагандинской области Задержали 35-летнего жителя Шимкента и 20-летнего жителя Тимиртау У мужчин были обнаружены изъяты 3 свинцовые колбы и 3 пластиковые бутылки с ртутью Общим весом 100 килограммов В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье Кража чужого имущества, задержанный во дворины в изолятор временного содержания Проводится расследование Погода в Казахстане вновь преподносит неожиданные сюрпризы Дождливая погода сохранится в последние дни июля в большинстве регионов Казахстана Повышение температуры в Карагандинской области ожидается только в середине августа Напомним, что пасмурная погода в Казахстане сохраняется уже вторую неделю Во всех областях республики прошли дожди и наблюдалось незначительное понижение температуры воздуха Если смотреть по средним многолетним температурным графикам То сейчас в области держится довольно низкая температура Третья декада июля у нас характеризуется очень неустойчивой погодой Которая связана с тем, что погоду формирует очень глубокая ложбина циклона Которая распространяется от Урала, западная Сибирь, захватывая территорию Казахстана И это способствует тому, что воздушные массы с севера буквально скатываются к нам И температурный фон сейчас у нас пониженный На севере, в центре и на востоке Казахстана, где ожидаются грозовые дожди Местами сильный ветер до 15-25 метров в секунду и понижение температуры до 15-25 градусов Этот показатель отстает от нормы на 3-7 градусов По словам специалистов, во многих регионах страны, и в том числе в Карагандинской области Только за июль осадка выпала достаточно много, что превышает норму В Актугайском районе усиление ветра достигло 29 метров в секунду А в городе Балхаш порывы ветра дошли до 40 Максимальные порывы ветра в Актугайском районе были до 29 На метеостанции Актугай и на метеостанции Балхаш у нас был зафиксирован ветер Максимальные порывы до 40 метров в секунду Это, конечно, очень редкое явление Сейчас самый разгар лета, пора отпусков Но из-за неблагоприятных погодных условий карагандинцам приходится отложить солнечные выходные Лето даже не ощутило, если честно За все это лето даже на речку не сходил ни разу Ни разу не было людей Вот только бассейн спасает за все лето, а так холодно Можно сказать, что все лето почти в куртки хожу А хотя вроде начало только жарко было Думал, погулять можно будет со семьей, на отдых съездить А из-за погоды получается никак Вот вроде середина лета, а все ходят в куртках, как будто осень уже на дворе По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Карагандинской области Сохранится пасмурная погода Ожидаются кратковременные дожди Такая погода сохранится до середины первой декады августа По ночам в Центральном Казахстане ожидается низкая температура 5-10 градусов тепла Солнечные дни будем ждать только в середине августа В завершении выпуска еще об одном За этот сезон в Карагандинском зоопарке было большое пополнение зверят В их честь сотрудниками зоопарка было организовано мероприятие под названием «Ребятам о зверятах» Этот праздник был создан для новорожденных малышей зверят Сотрудники рассказали детям о животных, которые родились в этом году Зоопарк пополнился маленьким яком, пони, муфлоном, королевскими лошадками Которые имеют испанские корни и необычный пятнистый окрас Бентамскими курочками и фазанами С июня месяца мы начали получать постоянно приплод И вот у нас уже набралось очень много разных видов животных Это маленькие пони, это малыш, который родился у наших яков Это маленькие цыплята, утята, наши львята, которые уже работают в цирке Ну и многие другие животные И сегодня мы посвятили праздник им Для ребят мы приготовили площадку молодняка, на которую с удовольствием они идут На этой площадке можно пообщаться поближе с разными видами животных Это и попугайчики, это и морские свинки, кролики, попугаи и многие-многие другие животные Впервые на празднике присутствовали не только дети, но и солдаты, служащие в разных военных частях города После экскурсии для участников была организована развлекательная программа и конкурс рисунков на асфальте Самые лучшие работы были награждены памятными призами Ануар Сейдрахим, Нурсултан Исаев, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский На этом наш выпуск завершен Спасибо, что были с нами Аман Сау Волгсдар Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому